Что бы мы ни говорили, всегда было так сказать о новатых именно России, но это не так. Не мы развязали эту войну, а в 2014 году киевский режим развивал войну на Донбассе. Вот теперь, как известно, дошли до дара беспилотников. Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на разгазанную украинским режимом войну на Донбассе. Вынуждены были ответить, мы все, начало специальной военной операции, наносят удары по территории Украины. Но высокоточным оружием, большой дальность, именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами, либо ГСРМ, используемым для ведения боевых действий. Вот мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решения. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, к которому был нанесен удар 2-3 дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь, попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Продолжение следует...